Шестой международный нефтегазовый форум развернулся в Приморье. В мероприятии приняли участие председатель правительства края Вера Щербина, зампредседателя Елена Пархоменко, руководители региональных органов власти, представители отраслевых госструктур и коммерческих предприятий Дальнего Востока. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите вас поприветствовать на нашей приморской земле. Сегодня мы открываем шестой международный восточный нефтегазовый форум. И это масштабное мероприятие, конечно же, давно уже зарекомендовало себя в качестве эффективной площадки для встреч представителей органов власти, крупнейших компаний, отраслей. Здесь я вижу представителей регионов Дальневосточного федерального округа. Все вопросы, которые сегодня будут обсуждаться, они для нас очень актуальны. Вера Щербина отметила, что нефтегазовая отрасль – одна из движущих сил экономики нашей страны. И несмотря на то, что в Приморье не добывают нефть и газ, край вместе со всей его инфраструктурой имеет огромное значение для развития этой отрасли. В последнее время вопросам газификации и газоснабжения уделяется очень серьезное внимание. И динамика развития этого направления, она налицо. Строительство новой газотранспортной системы от Большого Камня до поселка Врангель протяженностью почти 100 километров, в свою очередь позволит реализовать планы «Пауруснефть» по строительству Приморского металлургического завода, по производству здесь крупноформатного стального листа для отсюдастроительного комплекса «Звезда». А строительство новой газораспределительной станции и сетей в Артемовском городском облуге позволит реализовать проект по строительству новой ОТЭЦ-2 на газе взамен существующей угольной станции. Также во время своего выступления председатель обратил внимание на то, что росту объема потребляемого газа поспособствует модернизация объектов большой энергетики. Это крупнейшие потребители энергоресурсов в регионе. Кроме того, по словам Веры Щербины, правительство Приморского края рассматривает сейчас вопрос о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Это одна из приоритетных задач развития газового комплекса, направленная в первую очередь на повышение экологичности. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.